Бензиновый массовый психоз накрыл сегодня Иркутск. Казалось бы, как пусть и нужное для комфортной жизни, но согласитесь, всего лишь топливо могло перевернуть с ног на голову жизнь 600-тысячного города. Но достаточно сначала подорожать бензину, потом исчезнуть товару на ряде АЗС. Плюс слухи, которые за неимением официальной информации нарастают, как снежный ком. И вот в столице региона топливный коллапс. Как Иркутск переживает испытания бензином, увидела Антонина Махнева. Бензина там много еще осталось. Не знаю. Ну, пятого нет. А второй? Второй есть. Заправляются тем, какой есть. Марка топлива уже не важна. Очереди на АЗС выросли в Иркутске вместе с ценой на бензин. Вместо привычных пяти минут на заправке автомобилисты сегодня проводят минимум полчаса. И не понимают, почему. Я иду с работы, пока ничего не состоится. Подъехал на заправку и смотрю очередь. Даже не знаю, с чем это связано. Зато настроение водителей точно связано с очередями. Негатива сегодня на заправках как никогда много. Напряжение добавляют и вот такие нетерпеливые. Они же еще больше усложняют и так непростую сегодня работу сотрудников АЗС. Вот опустим его, потом вас. Это же не трагедия. Хотя и реальная трагедия из-за таких очередей все же не исключена. Уже 25 минут вместе со всеми бензина ждет и машина скорой помощи. Конечно, вызовы есть, да. Ну, заправиться надо. Ждут задержки вызовов, но так как мы без бензина ехать тоже не можем. Преимущество у скорой только одно свои литры она получит в любом случае. Ведь как пожарные и полиция, они заправляются по договору, а значит для них на всех заправках есть резерв. Что же ждет остальных автомобилистов, пока сказать сложно. Несмотря на то, что этим людям придется провести еще некоторое время в очередях и уж точно опоздать на работу, их можно назвать счастливчиками. Ведь они, по крайней мере, уже точно смогут получить необходимое количество бензина, которым хватит на несколько дней. И может быть, необходимость в такой массовой дозаправке есть. Если на этой АЗС нет только 95-го бензина, то у другой крупной сети дела обстоят хуже. Только по бутербургам. А почему? Нет бензина. Вообще никакого? Вообще никакого. Сложившаяся ситуация внесла коррективы и в планы региональных чиновников. Обычный день превратился в день масштабных телефонных переговоров. Провели по телефону совещание с руководителем МНХК, с представителями Крайснефти, с руководителями Иркутской нефтепродукта. Нас представители уверяют, что коллапса не будет, просто придется постоять в очереди. Мы подготовили сегодня телеграмму для информирования муниципалитетов, чтобы держать под контролем все, что происходит на федеральных трассах М53, М55. Пока же ситуацию на заправках сложно назвать контролируемой. С каждым часом она становится все более похожа на панику. Поэтому уже в 6 часов вечера в правительстве началось экстренное совещание. По вопросам топлива о его итогах будет известно завтра. Антонина Махнёва, Михаил Глызин, Андрей Назаров. Новости по будням.